В смартфоне сегодня вся наша жизнь, и потерять ее часть бывает очень неприятно. Давайте посмотрим, как защитить устройство на андроиде. Прежде всего, загружайте приложения только из магазина Google Play, там их проверяют. А вот скачанные непонятно откуда программы лучше не устанавливать. Впрочем, даже в Google Play иногда попадаются опасные приложения. Так что обращайте внимание на имя разработчика и прочие его проекты. Обязательно посмотрите отзывы пользователей. Если все отзывы хвалебные, тут что-то не так. Важно и число пользователей. К приложениям с миллионом загрузок больше доверия. Также изучите список запрашиваемых разрешений. Действительно ли игре нужен доступ к адресной книге? Время от времени избавляйтесь от ненужных программ. Они могут незаметно делать что-то нехорошее. Не забывайте обновлять операционную систему и приложение. Это важно, потому что закрывает бреши в системе безопасности. Для учетной записи Google, соцсетей, мобильного банка лучше использовать двухфакторную аутентификацию. Ничего сложного. Вместе с паролем вы вводите одноразовый код из SMS или специального приложения. Без этого кода мошенник не попадет в ваш аккаунт, даже зная пароль. Задайте длинный пин-код или пароль на смартфоне. Его непросто подобрать или подсмотреть, в отличие от графического ключа. Не покупайте ничего и не входите в мобильный банк через публичный Wi-Fi. Или используйте VPN-приложение, шифрующее данные. Например, Касперский Secure Connection. Не забывайте об антивирусе. На смартфоне он тоже нужен. Мы рекомендуем приложение «Касперский интернет-секьюрити» для Android. В его бесплатной версии меньше функций, но она все равно неплохо защищает. Мобильный банк и другие программы можно защитить пин-кодом. Это одна из возможностей платной версии антивируса Касперского. А еще Касперский интернет-секьюрити помогает вернуть пропавший телефон. Вы можете включить на смартфоне сирену, сфотографировать вора или заблокировать гаджет и стереть данные. В общем, главное в безопасности не технологии, а внимательность. Не забывайте об этих простых правилах, и ваш смартфон будет в безопасности.